Всем привет друзья, с вами Realize, прямо сейчас я вам покажу абсолютно всех боссов из подземелья, их либо 9, либо 10, я на вскидку говорю, потому что точно не считал. Также я вам расскажу тактику прохождения абсолютно каждого босса, но нужно понимать, что мой вариант не является единственным и 100% верным, потому что мы отталкиваемся от своего отряда, то есть от своих каких-то игровых моментов, от предметов какие есть, от посохов, от оружия, плюс ко всему у меня мощность отряда вместе с героем 8 человек, всего лишь 2,5 миллиона, а моего напарника 4,5 миллиона. То есть вы понимаете, что между нами разница в 2 миллиона, это очень много и соответственно соперники и боссы в том числе подбираются по моему напарнику, то есть это где-то 4 миллиона. Нам конечно сложно, но тем не менее мы адаптировались и способны проходить подземелье полностью. Итак, друзья, поехали. И начнем мы с босса Коротыша, на мой взгляд это самый интересный босс в подземелье. И обязательно, друзья, перед началом читайте описание каждого босса, потому что это ключевой момент и уже отталкиваясь от описания, подбирайте себе отряд. Здесь следующее условие. До конца боя должен продержаться хотя бы один боец, как мы проходим данного босса. Здесь у нас будет 3 стадии, он нас будет топтать ногами и соответственно наносить урон, мы будем умирать. Поэтому здесь в любом случае нужны маги на воскрешение. Мы берем 4 мага на воскрешение, 2 обычных и 2 с броней со стадисом. Вообще в идеале, конечно, иметь на всех магах броню со стадисом, но у меня просто нету. У моего напарника есть такая броня и также сюда подойдет абсолютно любая броня на воскрешение, либо на танка, либо на лучника. Поэтому основная ваша задача просто пережить все 3 волны. Также не забывайте, что у нас на герое стоит реликвия Анг, которая нас подстраховывает и в случае смерти полностью воскресит наш отряд. Итак, друзья, смотрим, как же мы его проходим. Субтитры сделал DimaTorzok Следующим боссом у нас идет маг, который использует случайные заклинания в произвольном порядке. И здесь, в принципе, нет никаких замечаний, вполне себе обычный босс. Поэтому вам необходимо просто его победить, он довольно-таки слабый и, соответственно, потерять как можно меньше союзников в своем отряде. Для этого мы используем одного танка, 4 магов на воскрешение и 2 каких-нибудь дэмэдж-дилеров. Будь там 2 лучника, например, либо 2 разбойника, желательно с телепортацией за спину, чтобы они быстрее достигали своей цели. Также, если этот босс у нас является последним на карте в подземелье, то мы используем мага со сферой сосредоточения гнева с пути единорога. Так как она убивает босса, когда у него здоровье меньше 35%. Во-первых, вы быстрее побеждаете босса, во-вторых, вы восполняете жизни своим союзникам. Единственный минус, после того, как ваш маг убивает, так сказать, босса, он умирает сам. Поэтому старайтесь такого мага держать до последнего босса и не сливать его на первом. Потому что вы никогда не знаете, какого вы босса встретите в конце. Так что здесь очень нужно быть внимательным. Ну и давайте посмотрим, как в этот раз мы прошли данного босса. Следующий босс это маг, который постоянно телепортируется. Он очень легкий, побеждаем мы его быстро. Единственное замечание по этому боссу, не используйте бойцов ближнего боя, потому что они не будут до него добегать. То есть, как только ваш танк попытается до него добежать, он тут же сделает телепорт. Поэтому мы используем четырех магов на воскрешение и, например, четырех лучников. Также можно позволить себе использовать здесь разбойника с телепортацией за спину. Потому что, в отличие от обычного танка, он будет успевать до него добегать и иногда телепортироваться ему за спину. Таким образом вы легко пройдете данного босса. Ну и давайте посмотрим, как же он выглядит. Давайте теперь рассмотрим такого босса. Это красный дракон. У него огненные атаки. Плюс ко всему, периодически он будет обваливать на вас такой камнепад. Слева направо, то есть первыми пострадают ваши лучники. Камнепад очень жесткий, поэтому практически с одного удара он кладет всю вашу пачку лучников, либо магов и так далее. Но довольно этот камнепад никогда не достает. И это главный такой ключевой момент. Поэтому в теории, если у вас есть хороший танк на восстановление жизни, то он в соло может за 3-4 захода убить данного босса. Так как у нас такого танка не имеется, мы пользуемся следующей стратегией. Берем просто 4 магов на воскрешение, 2 магов, например, на восстановление жизни и 1 либо разбойника, либо танка. Тут уже зависит от вашей ситуации. Также, если у нас есть живой маг с руной средачения гнева, то мы его используем в этом отряде для скорейшего ганга. То есть главная ваша задача позаботиться о том, чтобы весь этот камнепад не убил ваш отряд. В принципе, здесь нет ничего сложного. Давайте посмотрим, как мы его проходим. Далее у нас идет босс Паучиха. Ее единственная проблема в том, что она призывает просто огромное количество прислужников. Это целая армия. Призывает она их помногу и очень часто. И вы все свои основные силы тратите на то, чтобы раскидать эту толпу, в то время как до самого босса вы не достаете. А она вам периодически наносит урон. Поэтому здесь необходимо позаботиться о том, чтобы подобрать себе таких бойцов, которые наносят урон либо по группе, либо по области. Для этого нам подойдут лучники только с луками, так как лук наносит урон по группе. Если вы будете использовать арбалет, то он наносит урон по отдельной цели. Поэтому он нам здесь не подходит. Также подойдут маги с магическим уроном по области. И, например, танки с секирой, либо с топором, потому что они тоже бьют по области. Вам очень сильно повезло, если у вас есть урон из силы. Вы ее вставляете просто либо в секиру, либо в топор. И у вас есть шанс нанести тройной удар. И таким образом вы быстрее раскидаете эту толпу и достанете до самой паучихи. Также нам помогает артефакт неприятный сюрприз. Потому что иногда мы переманиваем паучиху на свою сторону. И она помогает своих же прислужников убивать. В общем, давайте посмотрим, как мы проходим данного босса. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Этого босса я считаю одним из самых сложных подземелья. Так как он, помимо того, что переманивает случайного вашего союзника на свою сторону, так еще и вводит себя в стазис, восстанавливает себе здоровье и призывает прислужников. Как мы с ним боремся? Мы используем абсолютно всех магов на воскрешение. Берем одного лучника, который в броне тоже на воскрешение. И танкует у нас один танк с секирой. В секире стоит руна, которая бьет по области и помогает его прислужников раскидать. В общем, для нас он очень, друзья, сложный. Также иногда мы используем в этой связке мага со сферой средачения гнева, чтобы поскорее его убить. Но здесь мы его не использовали, так как этот босс нам попался в самом начале. И мага с этой сферы мы оставили для второго босса. Давайте посмотрим, как мы его победили в этот раз. Далее у нас идет босс летучая мышь-вампир. Я считаю, это один из самых легких боссов, которые только есть в подземелье, потому что от него ничего не следует ожидать. Это стабильный босс, который наносит периодический урон, и вы его можете убить очень-очень легко. Единственное, что вам стоит помнить и знать, так как он летает, его не могут атаковать бойцы ближнего боя. Для нас это, в принципе, не проблема, потому что у нас всего лишь один боец ближнего боя, остальные все маги, либо лучники. Поэтому мы пользуемся следующей стратегией. Мы берем с собой магов на воскрешение, берем лучников, но все-таки мы берем своего танка. Да, наш танк, конечно, не атакует этого босса, но мы заметили, что основное количество урона он вливает как раз-таки в нашего танка. Поэтому наши маги, которые воскрешают, стабильно поднимают нашего танка, а все остальные вносят урон в этого босса. Ничего в этом сложного нету. Также, если этот босс у нас является последним, и нам не жалко на него ни бойцов, ни ресурсов, то мы тратим на него, например, мага со сферой средачения гнева, чтобы поскорее его убить. Ну и давайте посмотрим, как мы его прошли. Данного босса я прозвал Циклоп, так как у него всего лишь один глаз, и он имеет три стадии ярости. На первой стадии он бьет только лучников, далее только магов, и в конце бьет только воинов. Мы пользуемся следующей стратегией. Используем четырех магов на воскрешение. Впереди у нас стоит танк, также можно использовать разбойника, например, с телепортации за спину. И в тылу у нас находятся лучники. Здесь, опять-таки, все зависит от ситуации. Первый босс это, второй, вы, возможно, потеряли части отряда, все бывает по-разному. Если у нас есть живой маг с руной средачения гнева, который убивает при 35% здоровья, то мы его используем на этом боссе. Вот в данном случае мы, конечно, его победили, но, если честно, кое-кое-как, потому что это был у нас второй босс, мы уже потеряли часть своего отряда, поэтому, в принципе, кое-как его запинали, но все-таки его прошли. Ну и давайте же посмотрим, как мы его проходили. Этого босса я считаю одним из самых сложных подземелья. Его называют царь гоблинов. Если читать описание, то покажется, что ничего сверхъестественного он не делает, но по факту его цепная молния наносит просто колоссальный урон и за два, за три удара может положить наших всех бойцов. Нам его проходить, друзья, очень сложно, потому что его мощность для нас 3 миллиона 200. Это очень как бы много. Ваша основная задача убить его за три волны, то есть на третьей волне вы должны его обязательно убить. Но нет ничего страшного, если вы на третьей волне его не добили, вы можете зайти еще раз в эту точку и, соответственно, его добить. Поэтому самое главное вам просто не умереть за эти три волны, так как он, я еще раз повторюсь, очень много вносит урона. На него мы стараемся брать поменьше магов, так как мы заметили, что он равнодушен к магическому урону. Берем мы с собой лучника, танков, пару воскресов и обязательно, если у нас есть живой маг со сферы средачения гнева, который убивает при 35% здоровья, то мы его уберем, чтобы поскорее убить это чудовище, потому что, ну, действительно, нам его пережить очень сложно. Поэтому основная задача внести в него просто максимум урона, и чтобы быстрее он погиб. Давайте посмотрим, как мы это сделали. Вот мы и добрались, друзья, до самого последнего босса. Оставил я на рассмотрение самого жесткого босса, который только есть в подземелье. Я думаю, подписчики, кто выходили на него, со мной полностью согласятся. Так как он поглощает весь магический урон, который вы в него вливаете, он от него восстанавливает жизни, часть урона возвращает вам обратно. У него иммунитет к оглушениям, плюс он сам вас оглушает. И самая большая проблема в том, что он блокирует абсолютно любое воскрешение. Я вам уже рассказывал, что с моим напарником мы используем на героях руну Анг, которая воскрешает. Соответственно, эта руна с ним не работает. Все наши маги, которые есть, это, наверное, 80% нашего отряда, они здесь полностью не работают. Так что мы ходим на него только лучниками, воинами, и используем одного только мага. Либо самого лучшего мага на восстановление жизни, чтобы хоть как-то поддерживать жизнь нашему танку. И один, как бы, маг не сильно будет восстанавливать здоровье боссу. Либо, если у нас остался маг со сферой средачения гнева, который убивает, когда здоровье меньше 35%, то, соответственно, мы используем на этом боссе. Поэтому, друзья, здесь все очень сложно. Как бы нельзя использовать магов, только физ, урон. Ну и надеяться, что вы будете очень часто критовать. Ну и давайте посмотрим, как мы убили этого, так сказать, финального босса, потому что он у нас последний население. Вот и все, друзья. На этом я буду заканчивать свой видеоролик. Увидимся на канале. Всем, друзья, удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok